Прямая трансляция началась. Здравствуйте, друзья! Перед вами Константин Боровой. Сегодня 31 октября 2023 года. Перед вами Константин Боровой. Я в Лос-Анджелесе. Это традиционный прямой эфир. Я отвечаю на вопросы сначала в ленте, потом несколько вопросов мне задали отдельно. Я прочту их. И потом вернусь опять в ленту. Мы будем разговаривать один час. Вы можете задавать любые вопросы. Я на все отвечаю и даже потом делаю ролик, если не на все успел ответить, то делаю отдельный ролик с теми вопросами, на которые я успел ответить. Вот. Я жду от вас сообщения, что все в порядке. Звук есть. Все. Спасибо большое. Потому что у нас некоторое время назад было такое... Это как-то с компьютером моим связано, но звука не было. Так. Галина Тушка. Мой добрый друг. Здесь в Лос-Анджелесе. Доброе утро. Оля, которая меня обещала вкусно накормить, тоже здесь. Рада меня видеть. Катя с Беларуси. Видатных вам дзен. Она пишет по-белорусски. Мне нравится звучание белорусского языка. Очень. Оля, видела сообщение, что Брюссель будет выдавать паспорт демократии. Всем, кто бежал из РФ, Захарова уже заявила, что получивших этот паспорт нужно сажать за госизмену. Что скажете по этому поводу? Она права. Захарова права, что человек, который ставит ценности демократии выше лояльности чекистам, бандитам, ну, чекисты-бандиты будут его сажать за госизмену. Идея неплохая. В общем, люди хотят сделать заявление, что они не поддерживают режим. Хотят получить паспорт по этому поводу. Ну, хорошая, правильная идея. Виктория Каштаненко. Вы не находите издевательства в предоставлении гуманитарной помощи, вообще помощи почему-то жителям Газы, не Израилю, а жителям Газы? Напоминает ситуацию с РФ и Украиной. Ну, Виктория, надо быть объективным. В заложниках у Хамас, у террористов, жестоких садистов находятся 2 миллиона жителей Палестины. Они вынуждены поддерживать Хамас. Хамас их кормит. Вся помощь, которая предоставляется Газе, она идет через руки Хамас. Ну, и, в общем, их понять можно, этих людей. Чем явно, там, некоторые думают, что это помощь именно Хамас, а не, там, империалистов или, там, врагов палестинского народа. Заложники. Ну, как-то... Вот сейчас Израиль начал операцию освобождения. Очень спокойная операция. Я восхищаюсь Бениамином Натаньяху, который, испытывая колоссальное давление со стороны собственных граждан, не делает такие эмоциональные решения. Очень спокойно. Сегодня продвинулись... Началась операция. Продвинулись на 3 километра. Хамас кричит, что, там, вот, госпиталь, там, в Газе, как не стыдно. Под госпиталем оказалось центр управления вот этими ракетами. Ну, они террористы, они уроды. Они используют, в том числе, и госпиталь для защиты. Вот, постепенно надо народ Палестины освободить от террористов. Вот этим Израиль и занимается. Вот. Издевательство. Ну, это звучит как издевательство, Виктория. Да, я с вами согласен. Террористы наступают, но эта помощь все-таки, ну, надо быть объективной, не террористам. Там гуманитарная катастрофа. Вы хотите, чтобы палестинцы умирали от голода? Израиль требует отставки Гутерриша после его слов, что Хамас напал на Израиль не на пустом месте. Дал, наконец, этому импотенту пороже, не умеешь работать, не хочешь, уходи. Ну, понимаете, да, такие накладки происходят, существуют. Они, понятно, что это позиция, настоящая позиция Гутерриша, он поддерживает левых террористов по всем мире. Это такая объяснимая, что ли, позиция. Он сам руководитель социалистической или социал-демократической партии был. Генеральный секретарь ООН, конечно, не должен выступать в качестве человека, который оценивает ту или иную сторону. Это ошибка, но сегодня такова организация объединенных наций. В ней доминируют левые, доминируют те, кто поддерживает сегодня Хамас, те, кто принимает антиизраильские, антисемитские по существу постановления. Но она бездейственная организация. Ну, мне кажется, он себя дискредитирует разными способами. Ну, в частности, Гутерриш, генеральный секретарь ООН. Но главная проблема все-таки, давайте будем честными, это то, что в Совете Безопасности присутствует страна-агрессор, страна-террорист. Террористы в Совете Безопасности блокируют, и Россия блокирует все антипалестинские против терроризма заявления. Они не могут даже в Совет Безопасности принять нормальное решение. Но это совершенно бездействующая организация. И уже начали выходить там или предлагать выходить кто-то недавно из очень мудрых, дальновидных политиков. Сказал, что страна должна выйти из ООН. Формат, который был предложен, послевоенный формат со странами-победителями, но он не работает, он придумал, был для того, чтобы предотвращать войны. Но он не предотвращает войны, а наоборот, большинство членов ООН поддерживают Россию. Они зависят от России, от поставок энергоносителей. Поддерживают террористов, палестинских этих, в Газе, Хамас. Открыто. Организация объединенных наций. Понимаете как? Ну, давайте посчитаем следующие шаги, Виктория. Ну, вот, скажем, мы остановили деятельность ООН. Она прекратила существовать. Что дальше? Мы с вами знаем, что если это не будет Совет Безопасности, а это будет только, так сказать, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, где все имеют равные, так сказать, голоса, то это то же самое. Проблема в том, что, ну, мир так вот неоптимально устроен. То есть, ликвидация ООН ничего не изменит. Прокомментируйте, пожалуйста, еврейские погромы на Кавказе. Эти народы при Сталине, а некоторые раньше, черкесы были репрессированы и депортированы, а сейчас делают дикие вещи с евреями. Виктория, это шутовской погром. Ян написал у себя в ленте об этом довольно подробно. Там погром, еврейский погром без евреев. Ну, это, знаете, это такой провинциальный идиотизм, характерный не только для, там, современной России, но и, там, для Российской империи, описанный Гоголем очень хорошо. Ну, вот эти идиоты, которые не очень разбираются во внешней политике, хотят поддержать политику Путина. Они очень сильно зависят. Им скачивают миллиарды долларов каждый год. Они их разворовывают, рассовывают по карманам. Это такое очень феодальное устройство власти, там, в Чеченской республике, в Дагестане. Но вот они таким образом продемонстрировали лояльность, что, мол, мы тоже поддерживаем Палестину, мы тоже антисемиты. Не идиоты, в первую очередь, а не антисемиты. Понимаете? Там есть районы компактного проживания в Дагестане евреев. Есть культурные центры, слава Богу. Ну, там, правда, были случаи нападок на культурный центр уже. Но то, что произошло в аэропорту Махачкалы, это, ну, в чистом виде показушничество, что, мол, мы тоже. Это, скорее, признаки не антисемитской кампании, а признаки умственной отсталости. То они особенно и не задумываются, понимаете? Им надо галочку такую поставить. Мы тоже антисемиты. Мы поддерживаем нашего любимого Владимира Владимировича Путина, который встречается с Хамасом. Мы тоже встречались бы с Хамасом, но они к нам не заезжают, нам далеко тут ехать. Мы тоже там мусульмане, террористы. Они не мусульмане, понимаете? Это какая-то странная форма ислама, вот этого советского ислама. Это известно, там, и водку пьют, и не верят ни во что. Дойче Велле. В момент нападения на Израиль в секторе газа находилось 13 тысяч сотрудников ООН. Да, это правда. Почему так много? Что они там делали? Как попали туда? Ну, Организация Объединенных Наций правильно делает. Она старается, помимо террористического Хамаса, она старается помогать жителям Палестины, которые находятся в заложниках у Хамаса, у террористов. Давать деньги, деньги дают прям террористам многие государства и многие международные организации. Но чтобы хоть что-то доставалось самим палестинцам, вот там присутствует ООН, организации ее формальные, распределяют поступающие там продукты, наблюдают за процессом. Но это правильно, они все эвакуированы оттуда сейчас. Многие удивлены и антисемитизмом в РФ, это как какая-то новость. Вспомнили дело врачей. Ну да, это была антисемитская компания, мощная, с 48 по 53 год она называлась борьбой с космополитизмом. Компанию эту проводил КГБ. Врачи-отравители там избивали евреев на улице. И след этой компании, ну вот в деятельности КГБ, он продолжался и был усилен после начала еврейской эмиграции. Это 70-е, 80-е годы. Вот. Но источник антисемитизма – это КГБ, это учителя Путина, кстати, те, кто его учил. Вообще сотрудники КГБ. Я их исследовал еще в те советские времена. Это такой имманентный генетический антисемитизм. И никого не должно вводить в заблуждение об этом наличии евреев-антисемитов среди сотрудников КГБ. Они вырастили целую породу, да, такую породу антисемитов, евреев-антисемитов. Я довольно подробно об этом говорил много раз и ролики писал. Хеликоптер. Почему люди, поддерживающие насилие и терроризм, не понимают, что товарищ Волк рано или поздно придет за ними? Все абсолютно правильно. Значит, вот эта вся ситуация в Дагестане, ну, они позволили, так сказать, начаться вот этому процессу неконтролируемого, восстания по существу. Вот. Следующий раз это будет восстание против них же. Гуляй, Вася. Все бросила, прибежала к вам. Спасибо вам. Спасибо вам, Гуляй, Вася. Так. Хула. Всем привет. Микола Суденков. Уважаемый Константин Натанович. Веллер недавно рекомендовал интервью с Явлинский. Он там рассказывал, как Россия пришла к этой ситуации. Хотелось бы услышать ваше мнение об этом интервью. Ну, мне надо его посмотреть. Понимаете, мне более-менее все ясно по поводу Григория Алексеевича, Явлинского. Я не трачу на это время. Но если вы считаете, Микола, что это необходимо, я посмотрю. Константин Натанович, вы как-то привалили лишь, но от вас назвали Гудкова хитрожопом. Наверное, какая ваша оценка сегодня, Алексей Джакуба? Значит, Гудков-старший говорит о том, что он сторонник демократии, что он сторонник оппозиции, что он оппонирует Путину. Это очень хорошо. Я приветствую это. Он был следователем КГБ. Он как-то подошел к Валерии Линичне, хотел обняться. Она сказала, погодите, сделайте заявление, что вы осуждаете свою позицию. Он пока этого заявления не сделал, поэтому она там отказалась пожимать ему руку. Я хорошо отношусь к Гудкову и к младшему, и к старшему. По-моему, оба у меня в друзьях на Фейсбуке. Но позиция должна быть четче, конечно. Но, с другой стороны, понимаете, они в России, это опасно. Требовать от них подвига, особенно мне, которые находятся в безопасности в Соединенных Штатах, ну, тоже неправильно, понимаете. Поэтому пусть будет там, как будет, Руслан Русланов о погроме в Дагестане. Повторюсь, Руслан, погром, еврейский погром без евреев – это не погром. Это шудовство, это имитация. Это имитация, на самом деле, лояльности Путину, руководству Дагестана, который очень зависит от центра, получает от него деньги. Денис Гуден. Почему все так не любят евреев? Не понимаю. Лично я их очень уважаю. Ну, длинная тема. Об этом написаны тома. Можно как-нибудь обсудить. Как вы относитесь к Сергею Гуриеву? Мы в друзьях, поддерживаем отношения. Он мне тут даже рекомендацию давал, когда я пытался устроиться на кафедру. Он очень хороший аналитик, ученый. Все, что он говорит, делает, мне нравится. Мы совпадаем на 99%. Алексей Джакуба. Когда придет рыжий вместо сонного джо, то нефть будет стоить 40 долларов. Когда придет Трамп вместо Байдена, то нефть будет стоить 40 долларов за баррель. Как в 17-м, 20-м годах. А не 100-120, как сегодня. После этого война не прекратится. А, прекратится. Так как у РФ не будет на нее денег. Вы абсолютно правы. И Трамп недавно об этом сделал заявление, что Байден финансирует Путина, финансирует войну. Вот у меня какой микрофон красивый. Финансирует войну Путина в Украине. Автоматическое оружие отняли у кибуцев до Натаньяху. Полковник никогда не станет генералом в израильской армии, если он не левый. То же самое касается и всех спецслужб. Борис Токсер. Вы знаете, мне кажется, ситуация все-таки меняется. Все-таки вот эта левая повестка, она отходит на второй план. Я на это очень надеюсь. Вот эти протесты, которые левые организовывали, ну, они во всяком случае прекратились. И ясно, что эти левые протесты были одной из причин, которые привели к созданию вот этой большой операции. Это только часть операции была в Израиле, вот когда они полторы тысячи человек убили и там 220 захватили в заложники, только часть. И она была следствием слабости. Слабости Израиля. Подготовка к войне. Джакоб Мараш прислал параллельно свой ролик. Автоматическое оружие должно быть в кибуцах, понятно. Мне очень нравится регулирование этого оружия в Израиле, когда людям дают оружие и от них требуют обязательства применять это оружие в случае необходимости. Сергей Василенков. Российские войска находятся в Сирии, да. По официальному приглашению президента Асада. Асада, да. На ком правом основании в Сирии находятся войска США. Сергей Василенков. Ну, они стабилизируют ситуацию. Там же началась гражданская война, началось варварство. Россия и Асад бомбили просто города, уничтожали население, вызвали огромную гуманитарную катастрофу, потоки беженцев. Я думаю, на основании того, что необходимо защищать население от варваров. Вот на этом основании там есть какие-то решения Организации Объединенных Наций по этому поводу. Я сейчас не готов подробно это обсуждать. Но, Сергей, можете продолжать поддерживать Путина, но это не перспективная позиция. Или Асада, или Иран. Сергей Василенков. Видимо, тролль. Андрей де Бург. Валерий Соловей бьет, что Путин умер 26 октября. Его труд хранится в холодильнике в резиденции на Валдай. Он хочет начать делегитимизацию власти в РФ. Ваше отношение к подобному. Ну, понимаете, Соловей, профессор Соловей просто привлекает к себе внимание таким образом. Ну, вероятность этого, все-таки я об этом сказал сразу и написал в каком-то интервью. Вероятность очень мала, ничтожно мала там, что это произошло. Это вызвало бы процессы, видимая часть процессов. Ну, он уже где-то выступил. Ну, я не думаю, что это делается по заданию ФСБ, Кремля. Соловей, как я вижу, достаточно автономен. Он координируется с Кремлем. Ему позволяют, во всяком случае, это делать. Делать вот эти заявления про рак. Это в некоторой степени отвлекает людей, общество. От насущных проблем. Такой белый шум. Сэмюэл Хантингтон. Как я отношусь. Когда уже Кремль закончит воевать, столько лет они способны вести войну, сколько лет. Не может же это бесконечно продолжаться. Всему есть предел. И терпели у населения количество убитых в чужой стране. Казбек. Кремль не решает задачу захвата чужих территорий. Как Путин сказал, ну вот заодно и территорию приобрели. Такой, знаете, мелкий воришка. Кремль решает задачу сохранения власти, укрепления власти. В 2008 году власть очень серьезно пошатнулась. Очень серьезно. И для укрепления власти понадобилась так называемая мобилизационная схема. То есть война, которая делает лидера страны руководителем государства, военным, военноначальником, таким защитником государства. И вот началась эта кампания про бедных осетин, которых варвар Саакашвили бомбит в Цинвале и Путин ввел войска. Грузинская война – это война не по захвату территории. Это война за укрепление власти чекистов. То же самое в Украине. Власть слабеет просто на глазах. И нужна мобилизационная схема, нужно выключить механизмы демократии. Застрять, молчать у журналистов, людей. Значит, обычные протесты против войны, призывы к миру. Это в нынешней России квалифицируется как дискредитация армии. Это укрепление власти. Ну, такое жестокое, жесткое укрепление власти. Победа – это я ничего не понимаю. Так. Профессор Сарловей сказал, что Путин умер. Правда ли это? Возможно ли скрывать смерть гипотетически? Нет, невозможно. Террористы Хамас – это понятно. А как относиться к убитым мирным жителям в секторе газа? Нет ли тут схожести со второй, Чеченской, где Путин пошел якобы мочить террористов, Басаева, и досталось мирным жителям? Понимаете, Казберг, тех, кого называли террористами чеченскими, они пытались остановить войну. Они пытались стать независимым государством. Они пытались отделиться от России. Хамас не хочет отделиться. Он нападает на Израиль. Террористы чеченские захватывали заложниками с требованием остановить военные действия. Но это другой терроризм, если это вообще терроризм, понимаете, был. Ну вот с ним спорят. Они прикрываются. Мирные жители, ну да, бесконечно можно это. Одесса приветствуют. Мне кажется, что в Америке очень хороший спикер Палаты представителей. Интервью Фокса, все по делу, архивы, вопросы архиважные. Да, Майк Джонсон, прекрасный спикер Нижней Палаты, умница, очень необычный новый политик, здравомыслие демонстрирует. И он представляет республиканскую партию. У меня почти нет сомнений в том, что он, может быть, даже уже на следующих выборах будет кандидатом в президента от республиканской партии. Сформулировал, он сторонник Рейгана, сформулировал вот эти семь консервативных принципов Рейгана. Значит, а сторонник Дональда Трампа. Ну, хороший, очень продвинутый политик, человек. Госпереворот в России в связи со смертью Путина. Все решения власти незаконны сейчас. Ну, нету смерти Путина, Алла. Ну, это такая страшилка, пугалка, которую придумал Соловей только для того, чтобы там не обрали интервью, подсветиться, поторговать рожей, как это называется. Дима Гордон взял интервью, ну, тоже для того, чтобы жареная новость, сенсация. Ну, фейковые, но сенсация. Ну, многие журналисты не брезгуют такого рода сенсациями. Ну, по-моему, оказалось уже, что это фейк. члены ООН в Газе откровенно сотрудничают с террористами. Да. Татьяна Фурман, да. Власть в Газе – это ХАМАС. Организации, которые присутствовали в Газе, разные, их много организаций, 13 тысяч сотрудников. Они вынуждены сотрудничать с ХАМАС, тут претензий к ним особых предъявлять нельзя. Ну, такая власть там, что же делать? Они заботятся о населении, о гражданах Палестины, того, что называется Палестиной. Они вынуждены сотрудничать, им говорят, вот, здесь нельзя, этого нельзя, здесь сюда ходить нельзя, здесь секретный объект. Ну, я кое-что слышал из форм работ ООН на этой территории дам сотрудничеству с террористами для того, чтобы помогать мирным жителям. Если считать, что эти жители есть там такие мирные, в чем тоже есть сомнения определенные, ООН отжила себя, но ничего лучше нету. Гуль, Шара, Абилова, да, только что мы об этом рассуждали, но вот завтра другая организация создает мир, но она будет напоминать на первом этапе Ассамблея ОООН нации тоже не будет принимать решения против России, защищая Украину, но не будет принимать. Изжилась, а безусловно. Путин даже погром в Дагестане обвинил во всем Запад и Украине, есть ли вообще беды России, которых был бы виноват тот и другой. Но они используют это для своих целей, погромы, эти события. Ну, можно обвинять, был же период смешной, во всем обвиняли Березовского Бориса Абрамовича. Там Боря Немцова убили. Это все планы Березовского, там Аню Политковскую. Ну, все события, значит, Злокозненные, Березовские, но теперь Запад. Значит, Оля, у меня в Грозном все преподаватели музыки были евреи, образованные культурные люди, с теплотой вспоминая о них. Прекрасно, Оля. В Газе были проведены самые демократические выборы в истории наибольший процент иностранных наблюдателей. Большинством был избран Хамас. Да, граждане голосуют за Хамас, потому что это сила потому что они влиянием обладают колоссальным. Таты, которые жили в Дагестане, по всему Дагестану, позже в Израиле, да, 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 это известные факты. не оправдываю Хамас, но мирных жителей в Газе тоже по-человечески жалко. Конечно, жалко Казбек. И сейчас Израиль решает эту проблему очень важную. Он пытается освободить мирных жителей от доминирующего влияния террористов. Освободить их от террористов. Ну вот, посмотрим, удастся ли это Израилю и что будет после того, как они окажутся свободными, но с большой вероятностью они опять будут голосовать за Хамас или похожую организацию. Как Новодворская относилась к Людмиле Алексеевой и к тому, что та сотрудничала с властью? Титан плохо относилась? Я об этом рассказывал Валерию Ильиничну в советские еще времена, когда она говорила о том, что КПСС преступная организация, КГБ преступная организация. Статусные правозащитники называли провокатором наша КПСС, наш КГБ Сергей Григорианц назвал Лерочку агентом КГБ за то, что она выступала за называла их преступными организациями и выступала за дезинтеграцию СССР. Известный правозащитник. А Людмила Алексеева ну там уродливые совершенно явления были. она и Сатаров начали бороться с Гариком Каспаром, который был членом вот этого Конгресса правозащитного российского. Потребовали его выхода из Конгресса, пусть он слишком антипутинский и получали деньги от Путина. Но это в чистом виде имитация правозащитной деятельности. Она старенькая была, поддерживала кстати говоря Лимонова выходила в наряде Снегурочки на его протесты 31 декабря. Вот и потом Лимонов поддержал Путина. Это в чистом виде имитация правозащитной деятельности. Предки горских евреев пришли на Кавказ предположительно в пятом веке из Персии. Горские евреи отличаются от грузинских культурно так и лингвистически да. И там много так сказать групп которые генетически даже не являются евреями но они примели юдаизм Гудков давно не в России старшие в Болгарии младшие скорее всего тоже. Очень хорошо. Я не хочу чтобы они подвергались преследованиями этим режимом. как вы относитесь к Марку Левину читали ли вы его книгу «За демократическая партия ненавидит Америку» Лиа это длинный вопрос Лиа Ален Ну вы наверное знаете я поддерживаю республиканскую партию Накола Суденков «Республиканцы выдвинули Белого дома 12 конкретных вопросов снова демоны будут увиливать конечно будут увиливать что им остается делать они отходят от власти уже это тенденция очевидна протесты прекратились почти отравля Биби Биби по всем СМИ продолжаются ну да левые СМИ в Израиле продолжают выступать хотя сейчас Израилю и это очень вредит и то что левые ослабили Израиль там же были отвратительные факты левые добились того что призывники отказывались идти по призыву защищать Израиль летчики отказывались по требованию левых как в этих условиях врагам Израиля не напасть на Израиль ну левые первые пострадали то есть террористы уничтожали левых кибуцников сначала Невзоров когда-то опубликовал список книг рекомендованных для прочтения когда вы опубликуете свой список Валерий Ильич Новодворска сделал этот список я к нему присоединяюсь очень хороший подбор очень хороший моя дочка ориентировалась на этот список книг поищите список Новодворской Йемен официально объявил войну Израилю запустили балетические крылатые ракеты из Йемена а также большое количество дронов по различным целям в Израиле ну тоже террористы террористические террористическая власть Ленд-Лиз посадка коррупционеров Байден и остальных из Европы Антон Кравченко ну да к сожалению сегодня вопрос Ленд-Лиза не поднимается Украиной месяц назад еще если бы в этом если бы была четкая позиция Украины можно было принять закон о Ленд-Лизе новый но Украина не хотела и так предварительно заданные вопросы идем к ним Алла Ефимова а ну это уже было вы уже задали этот вопрос так интервью с Михаилом Кац сыном он на вас нападал да не лезьте своим свиным рылом к нам да помогайте оружием и молчите да он так и говорил лживые западники не желают помогать Украине да ну понимаете ну журналисты имеют право ставить так вопрос ну чуть примитивно видели ли вы интервью Цыгановых Цыгановых и Дудю ну да я видел правда я так по диагонали понимаете всякому человеку очень трудно признать что он совершает там ну неправильный поступок что он подонок но вот эта парочка это подонки циники которые зарабатывают на вот этой внутренней волне поддерживают Путина каждый раз когда Дудь задавал прямой вопрос ну этот же муж Цыгановый он не отвечал он говорил а вот там Христос учил нас терпению ну подонки патриоты патриотизм последний прибежищ негодяев говорят довольно известная фраза но он еще и религию использовал прицеплял так сказать понятно что он создает произведение искусства где ну песни эти где у него там действующее лицо Христос который на которому Путин отстегивает ну и там фигурально выражаясь часть прибыли от нефти и за это Христос Христос Цыгановых поддерживает Путина Господь на шевронах ну неинтересные они циничные меркантильные твари потом будут делать вид что этого то есть они уже делают вид что этого не было что это искусственный интеллект создал Константин Натанович в чем вы не сходились с Новодворской ну вы знаете были так сказать тактические вопросы мы расходились я пытался убедить ее Лерочка часто ошибалась предполагая хорошее в людях мне приходилось ее разочаровывать вот а с другой стороны наоборот очень часто мы как-то были на приеме эхо Москвы там был Зюганов Жириновский но я остановился поговорил с Зюгановым поздоровался с ним за руку там с Жириновским мы с Жириновским довольно часто выступали в эфирах мы спорили ну Лерочке было это не как можно за руку здороваться с этими подонками Максим Шевченко ну я уже столько писал говорил об этом Максим пропагандист профессиональный провокатор имитирует у него бэкграунд такой ну вот прям из КГБ имитирует иногда начинает имитировать оппозицию ну пытается так сказать делать вид что он из оппозиции критикует власть иногда начинает поддерживать ну самые отвратительные террористические режимы там то что он продвигает антисемитскую повестку ну это там очевидно поддерживает Хазбалу Хамас я с Максимом первый раз очень давно у меня были проекты исследовательские по поводу КГБ в политике фашизма в России и он проявляться начал вот в разных группах там его связь с которой была очевидна мне во всяком случае вас не приглашают российских каналов эхо Москвы ну ну конечно не приглашают ну давайте гордиться этим Константин Натанович у вас появилось критическое отношение к Украине с чем это связано дорогой Василий это связано с тем что Владимир Зеленский совершает очень много ошибок иногда катастрофических ошибок очень серьезные ошибки в Украине отсутствует обратное отрицательное обратная связь нет честных журналистов которые критиковали бы его сейчас появился Арестович который критикует администрацию но так мягко мягко знаете хочет жить действуй ставка Зеленского на демократическую партию ну это длинный вопрос с привлечением таких метафор образов значит надо действовать ну конечно Зеленского надо действовать и меняться и исправлять свои ошибки он совершил большую ошибку ориентируясь на демократическую партию даже когда Дональд Трамп предлагал ему сотрудничество он не захотел там была мощная кампания очень в Украине Порошенко ее проводил продемократическое за демократическую партию видимо она оказывала очень сильное влияние на Зеленского так Константин Натанович как вы относитесь к Генри Киссинджеру контактировали ли с Кандалир за Ирайс понимаете я хорошо к ним отношусь консерватором традиционалистом американским но я им не интересен я защищаю точку зрения но тоже очень традиционную мы совпадаем во многом но я правда я им не интересен им интереснее там националисты фашисты там Кандализа сейчас поддерживает там Любу Соболь там гранты ей какие-то выделяются это сторонница Навального она им интересно это что-то необычное новое а Боровой ну предприниматель крупный там его позиция традиционна она такая же как у американских консерваторов но он правильно все говорит делает но интереснее подсмотреть чего-то вот эти вот уроды делают извращаться вот я их понимаю Константин Натанович вы абсолютно неэмоциональны в отличие от этого от этого да да Петр Сергеевич ну исследовательские задачи они предполагают что нельзя быть эмоциональным значит хорошее интервью значит какое-то интервью а это Петухов длинное интервью часовое но он вас он вас выслушивал но он к вам отрицательно относится ну да очень многие журналисты они испытывают давайте так осторожненько скажем испытывают определенное влияние своих наставников вот они плохо относятся к людям исповедующим демократические ценности у них в бэкграунде иногда школа КГБ вот они я им тоже даю интервью там не гнушаюсь но довольно часто вижу что они и не согласны со мной и то что я говорю им не нравится так пропагандистская компания ну это теоретический вопрос о пропагандистской компании и у нас осталось сейчас посмотрим сколько у нас осталось 57 2 минутки ну давайте ответим на какие-то вопросы я запишу ролик так так окей вопрос по Украине скажите пожалуйста могут администрации Байдена и Зеленского иметь личный интерес в откате из выделенных Украине денег которые тратятся внутри Украины спасибо да окей окей там это присутствует фактор именно на этом основании республиканцы требуют контролировать расходование средств часть средств просто разворуются демократами видимо они делятся то что Байден делился с Порошенко в этом вообще никаких сомнений нет про горских евреев бог с ними так Емин да поддерживает терроризм против Израиля Константин Натанович согласны ли вы со словами Аристоевича в то что Зеленский превращается в диктатора понимаете это конкуренция Аристоевич вступил в конкурентные отношения с Зеленским он его обвиняет в том что есть тенденции авторитарные там в этом нет никаких сомнений нету журналистов об этом сами журналисты говорят сегодня я давал интервью Юля она сказала поле зачищено журналистов нет критики никакой вот какая очередь ждет Украина при заморозке войны ну срежка ноты 83367 что я себе ник придумали я думаю что та же очередь что и Грузия у которой часть территории оккупирована Абхазия Южная Осетия та же судьба у Молдовы у которой часть территории оккупирована Приднестровья когда этот режим пойдет Путина чекистов в России эти территория очень тем что его некоторые относят к оппозиции при том что он на Первом канале вел передачу он никакая не оппозиция ну КГБшник такой же как все те кто у власти ну поумней может быть их один из главных вопросов Майка Джексона какое оружие нужно не для продолжения войны а для победы в этой войне Юрия Игнатьюк Майк Джонсон это спикер Нижней палаты ну абсолютно точный вопрос но эту войну надо закончить давайте решим какое оружие нужно Украине я знаю ответ на этот вопрос нужно оружие которое доставало бы Москву пару ударов по территории Москвы под Москвой военным базам и все и Путин прибежит вести переговоры и попытка применить ядерное оружие я думаю американцы его хорошо охладят пока во всем мире не ликвидируют уши Кремля спокойствия на планете не будет респект Константин Натанович спасибо Тибасир вы правы голос невозможно поделать water water poems иначе бы все пели как Мария Калас ну да это почерк это отпечат как отпечатки пальцев голос в Бразилии выступал двойник Путин не хотел почему-то лететь в Бразилию вот а уже 1.02 ну бог с ним победа Украина Израиля Юрий Игнатьюк я с вами согласен давайте последний вопрос этот процесс будет происходить совершенно непонятно это может быть сложный процесс с гражданской войной с межрегиональными конфликтами это может быть регулируемый процесс с таким внешним управлением вот как Германия в Японии было ну пока все складывается так что это будет спонтанный процесс распада ну как с Советским Союзом с объявлением независимости вот тяжелый американцы правильно боятся этого процесса но ничего не делают для того чтобы предотвратить его или сделать его управляемым поддерживать Путина это просто ну оттягивать начало этого процесса и делать его в конце концов более жестким жестоким хорошо спасибо друзья я заканчиваю до следующего вторника помогайте каналу не забывайте об этом ставьте лайки ставьте ссылки вот ночью помогайте помогайте если вам это интересно если не интересно не помогайте ну я и так проживу там все спасибо жду вас каждый вторник в 8 вечера по Москве Москва и Соединенные Штаты не меняют время Украина поменяла у меня сегодня были накладки ну вот следующего вторника спасибо 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 Продолжение следует...